Здравствуйте, друзья! Сегодня мы находимся на 41-й ярмарке выставки недвижимости, где представлены главные лидеры рынка Москвы. Пойдемте посмотрим. От имени оргкомитета и от тебя лично объявляю 41-ю выставку-ярмарку недвижимости от лидеров открытой. Ура! Здравствуйте. Отлично, отлично. Ого, супер. В общем, нас встречают здесь радужно достаточно. Предлагают уже какие-то наверняка скидки, акции. Ну, посмотрим, что будет уже в самих павильонах. Попробуем провести эксперимент. Будем ждать предложения как для бюджетного, получается, покупателя, так и для элитного. То есть мы будем покупать самую дешевую квартиру и максимально дорогую. Сделано все красиво. Здравствуйте. Прошу прощения, кто-то сможет со мной пообщаться по поводу квартир? Какие у вас вообще есть варианты бюджетных максимальных квартир? Бюджетные варианты. Есть живой кубик 41-й. Это получается недалеко от аэропорта Шереметьево и квартиры минимальные, да, по размеру, то есть 30... Самый минимум это 29 метров. 29 метров квадратных. За 2,700 уже ничего не осталось. Все осталось только с отделками от 3,300. Так, а если рассматривать более дорогие какие-то варианты, то есть, возможно, бюджет уже там увеличивается к 50 миллионам, что у вас есть из дорогих, возможно, вариантов? Это лучше тогда посмотреть Москву, это вот Хилейт на Алексеевской апартаменты. Нам предложили варианты максимально недорогие, с удаленностью от города какой-то, и в то же время нам предложили сейчас вариант подороже. Судя по всему, это Москва. Мы видим какие-то бассейны, что ли, или что это? У нас уже какие-то элитные жилые комплексы подобия, их, по крайней мере. Вот. В общем, давайте пройдемся дальше. Проходят какие-то конференции, давайте посмотрим. Сейчас, допустим, проходят очевидные невероятные на рынке движенности глазами аналитиков. Также вы можете посмотреть, какие будут дальше конференции. Я думаю, каждый здесь найдет какие-то для себя варианты интересные, посмотреть, что послушать, естественно. О! Концерн Кросс, друзья. Здесь конкретно я живу, живу в ЖК Арт. Давайте сейчас попробуем подойти к кому-нибудь из концерна данного, Кросс, и спросить, какие у них сейчас строятся варианты, потому что в моем комплексе я знаю, что квартиры они все продали. Здравствуйте! Здравствуйте! Сегодня я вот хочу посмотреть какие-то бюджетные квартиры. Меня интересуют именно квартиры до 10 миллионов и максимально большой какой-то там планировки, метража. Что у вас есть? Скажите, пожалуйста. Смотрите, могу предложить Невский. На сегодняшний момент это самое классное местоположение и очень классные квартиры. Все рядом, 5-7 минут пешком до метро. Ну и ценовая политика тоже достаточно приятная. Это Москва? Это Москва, метро, водный стадион. Так, а какие именно конкретные варианты у меня есть, допустим, до 10 миллионов? И я хочу хотя бы две комнаты. Есть такое или это уже нереально? До 10 миллионов двухкомнатная? Ну да, может быть есть такое? А, в принципе, да, возможно двухкомнатную, вот в пятом корпусе и минимальная стоимость от 8 миллионов. То есть 8 миллионов я получаю двухкомнатную квартиру в Москве. Сколько удаленность от метро? 5-7 минут пешком. 5-7 минут. Может быть есть что-то более дорогое? Я вот решил, что у меня есть бюджет 50 миллионов. Представляете, вот так вот жизнь меняется. Как у нас есть, какие варианты у Кроста есть для... Ну, пишет 50 миллионов, я думаю, это если... Ну, может быть, я хочу... Нет, я хочу... Сделать там шикарный ремонт. Я хочу инвестировать. То есть я хочу инвестировать, но хочу инвестировать не в бюджетное, а в что-то уже более элитное, возможно. Есть такие варианты у Кроста? Элитное, это вот, я думаю, можно рассмотреть Кристалл и можно рассмотреть Велтон Тауэр. Это жилой комплекс Кристалл. Это вот, если что, можно посмотреть в макете, как это будет выглядеть на месте. То есть мы прямо вот рядом с этим красивым мостом. Его я видел. Там есть очень классные видовые квартиры, да, с шикарнейшим видом на Москву, на мост. У нас очень шикарные места общего пользования. Да. Не только входные группы, но и этажи, вплоть до входных дверей. Все продумано с дизайнерским решением. И я думаю, что здесь можно, да, подобрать шикарную квартиру. Так, что-то все-таки конкретно. Допустим, у меня есть отличный подъезд, да, то есть, как и у всего Кроста, я понимаю, что у меня будет красивый подъезд. Тогда я вот конкретно хочу купить что-то с видом, что-то максимально красивое. Какой есть у меня вариант? Есть какая-то цена уже конкретная? Самый максимальный этаж из оставшихся, это 20-й. 20-й этаж, то есть уже... Все уже распродано, да. Все распродано? Он уже построен, что ли? Ну, нет, он на стадии... То есть он еще не построен и уже я не могу... Да, уже распродан, да. У нас очень быстро квартиры расходятся. Друзья, к Росту идем еще на момент застройки, потому что, видимо... На момент проекта, скажем так. А, даже на момент проекта. Да, только Котлупан. Есть еще Волтон Тауэрс, вот три башенки, самая средняя 58 этажей. Смотрите, они мне больше нравятся. Эти намного симпатичнее, кстати, да? Да? Мне нравится. Сейчас мы посмотрим, что здесь у нас есть. Опять, смотрите, опять. Чуть-чуть отходишь, уже занимают. Как здесь работать, непонятно. Но люди, обязательно подходите, потому что у вас есть шанс узнать больше и получить скидки, да? Скидочки можно получить. Давайте еще какие-нибудь проекты посмотрим быстро. Менеджеры все равно украли. Мы здесь видим сразу же большую территорию. То есть, я не знаю, какой это конкретно проект. Я не буду вам врать. Но мы видим огромную территорию с хорошими дворами, придомовыми, с большой площадкой. Смотрите, у нас есть опять площадки какие-то спортивные. То есть, у концерна Кросс, насколько я знаю, есть концепция, что профессиональный спорт должен быть во дворах. И у меня в Жакарте, то есть, конкретно есть три площадки большие. Мне это очень нравится. И во всех остальных проектах они используют точно такую же концепцию. В общем, мне подсказали, что это проект Union Park с огромным двором. С огромными... Нет, с не такими большими домами, как только что у нас был вариант видовых квартир. Но тоже симпатичный. Мне нравится вот эта концепция больших дворов, интересных, где всегда есть чем заняться. Так, давайте посмотрим еще какие-то варианты. Тут уже подписано, что это у нас театральный квартал. Мне нравится вот этот дом. Если он будет полностью прозрачный, это будет супер-концепция. Но, судя по всему, это будут уже дома вот в таком стиле. Смотрите, какие... Они выглядят в каком-то прованском таком стиле. Может, я ошибаюсь, как это называется. Но именно подъезды, судя по всему, будут выглядеть примерно вот так. То есть, гранит, мрамор, я не знаю, какие-то колонны. Здесь вообще у нас стиль красный. И, видимо, это относится к каждому дому. То есть, в каждом доме своя отделка. И в каждом доме вы можете выбрать дом именно конкретно по отделке даже внутри. Она везде будет разная. Она везде будет в таком царском стиле. Я снова вижу большие дворы. Я снова вижу много зелени. И я вижу проект «Новая звезда». Называется... Сразу же можно заметить, что даже на проекте у нас есть школа. Есть снова площадки профессиональные. И вот это, видимо, парковочные какие-то места прямо у вас во дворе. Я думаю, что это более бюджетные какие-то варианты уже. Надо бы спросить, но все менеджеры заняты. И ничего с этим не поделать. Давайте, может, подойдем по поводу ипотеки узнаем. Вот я хочу купить квартиру, но у меня сейчас нет денег. И реально у молодежи в целом непонятно, откуда они могут взяться. Давайте спросим, какие у нас есть варианты по кредитам. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, можно я к вам поближе сяду? У меня есть вопрос. Вопрос по поводу ипотеки. Я правильно обращаюсь, да? Да, конечно. Как? Я вообще не разбираюсь в ипотеке. Никогда ее не брал. Это, возможно, будет моя первая. Что, как это делается, какие проценты, вот это вот все. Можете подсказать? Да, конечно. Давайте расскажу. Какая стоимость поездить на объектах, что вы присмотрели? Вот мне предложили вариант 8 миллионов. 8 миллионов. Да, он в Москве вроде недорого. Сколько планируете вносить к первоначальному взносу? Ну, давайте посчитаем, что у меня есть 3 миллиона. Смотрите, у нас минимальный первоначальный взнос это 10%. Если хотите ставку, в принципе, получше, то нужно внести минимум 20%. У тебя вообще ставка в банке 9,8. С учетом дисконта для застройщика 0,6. Получается ставка 9,2. С учетом первоначального взноса 20%. И что мне нужно вообще для оформления ипотеки? Какие-то документы? Смотрите, если вы работаете официально, то, в принципе, мы можем у вас пополнить по комплекту документов. Это нужно будет копить трудовой, заверенную справку, 2 НДФЛ или справку по форме банка. Также есть вариант оформить по двум документам. По двум? Да, чтобы, соответственно, не предоставить никакие справки по работе. Представляете, просто заполнена анкета, копия паспорта, копия снился, но при этом ставка будет чуть выше, соответственно, 9,45. Так, у меня, получается, есть 3 миллиона. Я хочу квартиру за 8 миллионов, да? Да. Давайте посчитаем. 10 лет, если мы возьмем с вами на 10 лет, то будет платеж 63,880. Так, это, получается, минимальный срок, да? 10 лет, 60 тысяч рублей. Ну, минимально у нас, в принципе, один год, потому что это оптимально по платежу именно. Да, да, да. Если вы хотите сделать платеж меньше, то мы можем считать срок поменьше. А, то есть можно еще меньше, да? Да. А давайте, наоборот, максимальный все-таки. Максимальный срок 30 лет. Ага. 5 миллионов на 30 лет под ставку 9,2. Платеж будет 40,5 тысяч. Да, то есть намного выгоднее, судя по всему, закрывать кредит максимально быстро, да? Ипотеку, смысл. Ну, то есть здесь зависит от того, если вы гасите кредит в течение 10 лет, то есть там вы платите меньше процента, нежели через 30 лет. Но, как правило, все оптимально берут на максимальный срок, при этом делают достаточно погашение, чтобы платеж ежемесячный был меньше. И не было слишком большой нагрузки ежемесячной. Понятно, в принципе, все. Спасибо вам большое. Спасибо. Всего доброго. Я, в общем, если честно, немножечко сам боюсь, наверное, ипотеки, но, судя по всему, можно подойти, обсудить, посчитать и понять. Это самое главное. Можете, в принципе, на таком любом мероприятии подойти, пообщаться. Всегда вас ждут, вот объяснят, сколько, чего. В общем, сложные цифры, но вам их объяснят просто. Так, давайте, наверное, уйдем дальше и посмотрим еще какие-то варианты и объекты, которые представлены у нас на данной выставке. Недвижимости 41. Так, в общем, мы подошли к парочке застройщиков. Сейчас мы пройдемся по соседним рядам и видим уже здесь более маленькие, но не менее интересные варианты, видимо, недвижимости, потому что, смотрите, здесь есть даже Кипр, Сочи. Можно купить квартиру на море, да, и посмотреть, по крайней мере, это... Но, опять же, везде у нас менеджеры все заняты, людей много, ажиотаж. Так, у нас здесь есть риэлторские услуги какие-то, и, в общем-то, здесь есть все, что связано с квартирами. Давайте выйдем немножко из этой кучи. В общем, эта выставка сделана для людей. Вы можете прийти, посмотреть, ознакомиться, пообщаться. У нас есть варианты от «мала» до «великая». Любой бюджет, любые ваши запросы. Даже на море можно квартиру посмотреть. В общем, отличная выставка. Номер 41. Находится она сейчас в гостином дворе. У кого есть желание, приходите обязательно, посмотрите, пообщайтесь и купите квартиру вашей мечты. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!